Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин, обещаю, будет интересно. Самый массовый старт на длинные дистанции в Самаре. Более полутора тысяч участников в областной столице впервые состоялся марафон на Кубоглавы города. 42 с лишним километра бежали как местные легкоатлеты, так и гости из других городов и стран мира. Как это было мастеру спорта расскажут Николай Мурычев, президент Ассоциации студенческого спорта Самары, и Антон Сирота, руководитель школы бега РАН-студио. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и первые впечатления, какие у вас от этого мероприятия? Впечатления самые позитивные. Наконец-то это мероприятие состоялось в Самаре. И могу сказать, что этот забег, он долго был ожидаем нашими горожанами и любителями бега. И наконец-то при поддержке администрации и департамента спорта города Самары нам удалось осуществить мечту многих любителей бега и провести городской марафон. Было, как вы уже говорили, порядка полутора тысяч участников, 95 городов России, 5 стран мира. Вся набережная была заполнена любителями бега. И если посмотреть сейчас интернет, посмотреть соцсети, то новостные ленты пестрят отчетами, селфи участников и позитивными возгласами и откликами по данному событию. Вы сказали, долго готовились, долго витала эта идея в воздухе. Немножко поподробнее об этом. Да, мы начали, наша школа бега начала организовывать забеги с 2015 года. Долго мы к этому событию шли. Начиналось все с небольших пробегов на 50-100 человек. Затем в этом году у нас был большой забег, посвященный Дню космонавтики, потом Королева спорта. И вот финалом, апофеозом всего был Самарский марафон, идею которого мы вынашли все эти три года. Вы начали говорить уже о пяти странах мира. Кто приезжал к нам? К нам приехали близлежащие страны. Это Латвия, Литва. И были участники Швейцарии, Италии и Германии. То есть три страны такие достаточно серьезные. А кто оттуда приехал? Приехали один из Швейцарии, один молодой человек, он вообще любитель бега, бегает по различным странам. Последний забег у него был на Эльбрусе, Adidas World Elbrus Race. Он оттуда прям практически, буквально две недели назад это был старт, он оттуда приехал. И надо сказать, что помимо иностранных участников, если брать профессионалов, то в нашем марафоне поучаствовали такие звезды, как Сергей Зырянов, который был на московском марафоне призером, Олег Григорьев из Саратова, который выиграл полумарафон Лужники, который проходил буквально за неделю до нашего старта. Также он выиграл World Elbrus Race, и были люди из других городов, которые выигрывали Казанский марафон, Омский марафон и так далее. То есть достаточно много именитых людей или котлетов бежало на нашем событии. Сложно было их пригласить сюда, в Самару, на первый такой марафон. Если честно, мы никого специально не зазывали. Мы просто познакомились с ребятами на стартах, которые проходили в июле в Санкт-Петербурге. Мы там с ними пообщались, сказали, что у нас будет такой забег, сказали, что у нас будет достаточно хороший призовой фонд. И ребята подгадали старты таким образом, чтобы попасть к нам и пробежать. Ну, если говорить о том, какое место занял Григорьев, то он занял второе место. Зырянов тоже был вторым. Первое место в десятке среди женщин заняла Минникова Лика. Это, кстати, наша легкоатлетка, Самарская. И, к слову сказать, что наши легкоатлеты достаточно успешно выступили на этих соревнованиях. Заняли призовые места, плюс в возрастных категориях многие легкоатлеты получили также первые места. Возрастной ценз у нас был от 5 до 90 лет. Максимальный возраст участника 78 лет. Это Владимир Алексеевич Шитов. Его многие знают. Он триатлет, пробежавший 100 километров за 8 часов 20 минут, участвующий в различных гонках Ironman по всему миру. На этих соревнованиях он пробежал скромно в 78 лет 21 километр. И достаточно успешно. А если говорить про маленьких участников, то от 5 лет бежали ребята 3 километра. От 5, 7, 7, 9 и так далее. И надо сказать, что многие переживали, как же побегут пятилетние 3 километра. Но в категориях до 7 было полный пьедестал. Все три места были заняты и у мужчин, и у женщин. И, к слову сказать, мой сын там занял третье место, поэтому я считаю, что пример заразителен. А если говорить по другим дистанциям? Другие дистанции, скажем так, 3 километра, то есть у нас было несколько дистанций. 3 километра, 10, 21 и 42. Весь набор, почему мы сделали именно таким образом? Потому что в Самаре достаточно много любителей бега, Но не все из них готовы на то, чтобы преодолеть полумарафон. 10 километров бегают ребята, которые подготовлены физически. Может быть, они не занимались бегом, но десятку они смогут пробежать, потому что это происходит у них в спортзале. А вот 3 километра, это, скажем так, та аудитория, которую мы ставим целью поднять с диванов и привести на данные мероприятия. Потому что пробежав 3 километра, многие из них решили продолжить это и пойти дальше учиться бегу. Вашли во вкус, да? Да, потому что они посмотрели, как это круто, как это весело, как это позитивно. И на этих забегах не встречаешь унылого человека, энергии масса. И после этого, как я уже сказал, многие приняли решение дальше развиваться. И вот я думаю, что на следующих стартах мы их увидим уже на дистанциях 10 и 21 километра. Если говорить о самих дистанциях, сложно, наверное, было ее выстроить. Как она вообще придумывалась? Придумывалась, потому что перепады высот, я так понимаю, были большими. Дистанция, вообще любой городской марафон, он идет с перекрытием улиц. То есть для чего это делается? Для того, чтобы, во-первых, был простор для бега, потому что большое массовое скопление людей, ну, должно иметь определенный ресурс пропускной способности. И чтобы к нам в город Самару приехали туристы с так называемым туристическим, с беговым туризмом, которые ездят по городам, естественно, нужно было показать достопримечательность нашего города. В первом марафоне нам удалось перекрыть только Волжский проспект и улицу Максима Горького. Это единственное, на что пошли наши городские власти. От Новосадовой до Речного вокзала вся дорога была закрыта. И как раз, как бы по воле случая, она в один круг получалась 10 километров. 21 километр мы проложили в два круга, а 42 сделали с забеганием на набережную, на старую, чтобы наши марафонцы смогли пробежать рядышком с Волгой, посмотреть на песочек, посмотреть на эти прекрасные виды и как минимум немножко скрасить себе тот длинный бег, который они для себя выбрали. Вот. И, естественно, была определенная разметка. Мы привлекали команду Николая для того, чтобы разметить эту трассу, для того, чтобы выстроить стартовые коридоры, потому что очень много было различных движений, куда могли бы люди не туда убежать. И вот чтобы этого избежать, становились определенные заграждения, становились судьи, маршалы, которые направляли потоки людей. И прошло все достаточно успешно, никто никуда не убежал, все добежали куда нужно и финишировали достойно. Николай, вот Ваша в чем задача заключалась, что ставили организаторы перед Вами, какие задачи, и сколько работало вот маршалов, волонтеров, и насколько они справились с задачей, насколько остались довольны спортсмены и организаторы судейством? Да, ну, прежде всего, хотелось бы выразить большую благодарность главному организатору Антону Сироте, что проявил доверие нашей организации и дал нам возможность принять участие в таком большом массовом событии, соответственно, крупном и важном для города, для катетическом событии. И у нас была очень важная роль, соответственно, мы расставляли трассу, передвигали, и, соответственно, слили за тем, чтобы участники забега правильно передвигались по трассе, соответственно. Я считаю, что наши ребята справились довольно хорошо с этой задачей. Сервис на таких соревнованиях должен быть, скажем, на высоком уровне, да? Да, естественно. Люди прибегают, вернее, участвуют в этих соревнованиях, чтобы показать результат, чтобы выиграть, чтобы сделать некий, скажем так, личник, как называется, бегунов, то есть преодолеть дистанцию чуть быстрее, чем в предыдущий раз. И если вдруг какое-то произойдет наложение, если человек убегает не туда, ему приходится возвращаться, и, конечно, это вносит очень большой дискомфорт во все мероприятие. В данном случае все произошло достаточно хорошо, команда сработала отлично. Надо сказать, что работали мы 40 часов без отдыха, практически не спали, вернее, не практически, мы не спали, потому что трасса выставлялась начиная с ночи. Перекрытие трассы произошло только в 6 утра, но вот все это время делались подготовительные работы, развозились барьеры, конусы и так далее. Поэтому ребята работали, не покладая рук, и вот результатом всего был свершившийся марафон, который оставил большое впечатление у жителей и гостей города. Это был «Самарский марафон» на телеканале «Самара ГИС» в программе «Мастер спорта». Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.8 или раньше на спортивных площадках областной столицы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова